НТВ 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 Однако к тому моменту на первого президента Чеченской республики Ичкерии уже трижды покушались. Был убит один из министров, ранено несколько телохранителей, но Дудаева всевышний берег, откладывая час встречи с мятежным генералом. В такой дурацкой войне победителей, побежденных нет. Здесь есть самоуничтожение. Кстати, мятежным генерала Дудаева прозвали еще во время его службы в Эстонии. Тогда командир дивизии тяжелых бомбардировщиков и начальник Тартусского гарнизона, Дудаев отказался выполнять приказ о блокировании эстонского телевидения и здания парламента. В Эстонии Джохар Дудаев и закончил свою военную карьеру. Политическую начал в Грозном, став во главе исполкома Чеченского общенационального конгресса, оппозиционного официальному Грозному. Мы склонны вести эту войну до полного источения России. В августе 91-го возглавляемый Дудаевым исполком поддержал Бориса Ельцина, выступив против ГКЧП. Видимо, это и стало гребнем волны, которая вынесла Джохара Дудаева на вершину власти. О том, что режим Дудаева криминален и власть генералам получена незаконно, Москва стала говорить только спустя три года. Уже позже, когда боевые действия в Чечне приняли самый ожесточенный характер, Дудаев также не стал скрывать свои неприязни к Кремлю. Сарказмом комментируя планы российского руководства, касавшиеся Чечни. Мы готовим сейчас подписание нового соглашения о вхождении России в состав Чечни. Дудаева считали жестким, резким и вспыльчивым человеком. Лишь в последнее время, по свидетельству хорошо знавших его людей, он научился хладнокровию. Дудаев любил говорить, что он и его сподвижники воюют за свободу своего народа, за независимость Чкевии. За что воевал Дудаев на самом деле? Если он погиб, возможно, этого теперь не узнает никто. Хотя, может быть, наоборот, как раз теперь и откроется вся правда о Чеченской войне. Шесть лет назад Дудаеву предлагали стать командующим воздушной армии, тогда еще в ВВС Советского Союза. Однако он отказался. Для меня высшее звание быть рядовым чеченцем, ответил генерал. Рядовым чеченцем Джохар Дудаев так и не стал. Сергей Гапонов, НТВ Добрый вечер. В эфире «Время» в студии программы Арины Шарапова. В начале выпуска коротко об основных событиях этого дня. С Дудаевым или без Дудаева мы все равно в Чечне закончим все миром. Так прокомментировал президент Хельфин в сообщении о гибели Джохара Дудаева. И сегодня же российского президента, прибывшего в Китай с официальным визитом, торжественно встречали на Пекинской площади Тяньямэль. В Токио открылся процесс над лидером религиозной секты Аун Сенрикё Сёка Асахары. Ему грозит смертная казнь через повешение. Действительно ли убит Джохар Дудаев? Российская генеральная прокуратура заявила сегодня, что будет считать Джохара Дудаева живым до тех пор, пока не получит неопровержимых доказательств его смерти. Этими доказательствами могут стать свидетельские показания или опознание тела. Что касается опознания, то из разных источников приходит сведение, что лидер сепаратистов уже похоронен. Что же до свидетельских показаний, то по словам его заместителя Яндарбиева, очевидцами драмы были жена и охранники Дудаева. Кстати, сам Зелимхан Яндарбиев уже выступает в различных интервью в качестве исполняющего обязанности президента, премьер-министра и главнокомандующего вооруженными силами так называемой республики Ичкерия. Так или иначе, но даже в случае его физической смерти, политическая смерть Дудаевой еще далеко не очевидна. Хотя для нас, всех тех, кто следит за развитием событий в Чечне и проливает слезы по погибшим, очевидно одно. Мир в Чечне должен наступить с Дудаевым или без него. Проверяем, что Дудаев погиб, то это он развязал войну. Это, по его вине, развязана война в Чечне. Он хотел войны, а мы хотели мира. Тут предлагали несколько раз ему сей же стол переговоров и начать эти переговоры, и все-таки мирным путем закончить там конфликт. Он не пошел на это. Поэтому мы все равно, с Дудаевым или без Дудаевым, мы все равно в Чечне закончим все миром. Войны там не будет. Это не в России и Турции. Тем временем, факт гибели главы сепаратистов подтвердили сегодня полевой командир Шамиль Басаев и приемник Дудаева на посту президента Чеченской республики Ичкерия Зелимхан Яндарбеев. Он принимал участие в травмной церемонии в доме двоюродного брата Дудаева в селе Шалажи. Джохар Дудаев, по его словам, погребен сегодня утром на одном из сельских колобищ на юге Чечни. Как сообщает Интерфакс, возвращающиеся из села Шалажи делегации населенных пунктов Чечни подтверждают, что в одном из домов действительно находилось тело Джохара Дудаева. С официальным заявлением сегодня выступил один из руководителей сепаратистов Ахмед Закаев. Правительство Чеченской республики Ичкерия с глубокой скорбью извещает народ Чеченской республики Ичкерия и мировое сообщество о том, что в ночь с 21 на 22 апреля 1996 года в результате спланированного в кабинетах Московского Кремля террористического акта на своем боевом посту погиб первый президент Чеченской республики Ичкерии Джохар Дудаев. Вместе с президентом Чеченской республики Ичкерии погибли его соратники. Военный прокурор Чеченской республики Ичкерии Магомед Джаниев и председатель президента Чеченской республики Ичкерии в Москве Хамад Курбанов. Есть раненые и разрушения. Тем временем информационное агентство продолжает передавать подробности ракетной атаки у села Гихичу. Сахар Дудаев был убит в результате пятой за последние три месяца попытки уничтожить его подобным образом. Об этом интерфаксу сообщили хорошо осведомленные источники в российских силовых структурах в Грозном. Ракетные удары наносились по точкам, откуда Дудаев вел переговоры по спутниковой связи. Использовались самонаводящиеся ракеты класса «Воздух-Земля», находящие цель по радиоволне излучаемой станции. Действовала следующая схема. Когда спецподразделениям удавалось запеленговать очередной выход Дудаева в эфир с одной из авиабаз за пределами Чечни, поднималось в воздух боевое звено с задачей поразить станцию, излучающую данный сигнал. По информации источника, четыре раза такие операции заканчивались безрезультатно, поскольку Дудаев прекращал сеансы связи до того момента, как ракета успевала долететь до места. В результате ракеты становились неуправляемыми и попадали в различных районах Чечни, в основном вблизи тех мест, откуда выходил на связь Дудаев. И все-таки абсолютно достоверных и неопровержимых доказательств смерти Дудаева у нас нет. Может быть, это все-таки мистификация. Если да, то кому и зачем она нужна? Как бы договорились считать его мертвым? Это убеждение сейчас доминирующее и как бы бесспорное. Оно не основано ни на чем, кроме заявления каких-то бандитов и того факта, что один из этих бандитов сейчас позирует для прессы за тем самым столом, за которым иногда сидел Дудаев. Это все. Более того, каждому из этих бандитов, безусловно, выгодно, чтобы Дудаев считался мертвецом. И Басаеву, и Индорбиеву, и Риханову. Более нет никаких фактов и никаких доказательств. Есть, правда, информация и свидетельствующая, что Дудаев жив. Но это позже. Любопытная реакция в России на миф о смерти Дудаева. Вот оценки свершившегося, и я не случайно беру полярные оценки. Ну, да, если второй, то русский. Это не так. Ну, с большой радостью услышал это известие. И всегда буду радоваться смерти и неудачам наших врагов. И гордиться своей российской армией, что наконец-то люди, наверное, по собственной инициативе наконец-то убили гадину. Сепаратист, бандит, бать. Сколько нам задрад русскому народу, они приносят слаболюбивую чеченскую народу, что невозможно уже, понимаешь, и свободу нам оплачивать. Невозможно. Не хочу я их свободу оплачивать уже. Мы оплакиваем Джохара Дудаева как соратника, как правозащитника. Он был добрым, хорошим, здоровым человеком. Он был чеченским Д'Артаньяном, чеченской Жанной Д'Арк. Это личная трагедия, это личная потеря. Конечно, я плакала, но не на глазах у врагов, господин Митторов. Рядом с вами я не буду плакать. Известные же своей ненавистью к России, ненавистью последовательной, многократно доказанной, многократно реализованной самым кровавым образом Ландсбергес и ряд других прибалтийских лидеров использовали заседание парламентской ассамблеи Совета Европы для того, чтобы тоже продемонстрировать свое благоговение к памяти человека, безумие которого обошлось России в три с половиной тысячи только солдатских могил. Ландсбергес, судя по хитрой улыбке, правда, скорее всего, знал, что особой необходимости вставать и почитать памяти, в общем-то, нет. По имеющейся информации, Джохар Дудаев жив. Как следствие тяжелой контузии, ему, возможно, грозит пожизненная глухота. Он не связывает со своими московскими, турецкими и иными друзьями не потому, что он умер, а потому что лишился своего телефона спутниковой связи, работающего в системе Инмарсат, и потому что он не может слышать своего собеседника. В тот момент, когда пластиковая мина, радиовзрыватель, который был настроен на частоту телефона Дудаева, взорвалась, связь осуществлял не он, то есть не он говорил по телефону, что подтверждено радиоперехватом. Финальный обрыв связи, протестированный специалистами, характеризуется как вследствие мгновенного и полного разрушения аппарата, а не по причине помехи или ухода, как выражаются техники волны. Был зафиксирован, когда по телефону говорил «нет, Джохар Дудаев». Это установленный факт. Рассказ, бред о какой-то ракете, прилетевшей чуть ли не из Моздока, это, разумеется, сказки. Взрывное устройство, взрыватель которого был ориентирован на частоту телефона Дудаева, оно не могло оказаться в непосредственной близости от Дудаева, кроме как принесенное кем-то из его ближнего окружения, либо есть вариант, что кто-то из ближнего окружения привел Дудаева на то место, где находилось взрывное устройство. А уж чья это была операция, антидудаевских ли чеченцев, или умельцев из бригад спецназа ГРУ, или еще кого-нибудь известно, так никогда и не станет. Первый выпуск программы «Итоги». В студии Евгений Киселев. Добрый вечер. Сегодня в выпуске нашей программы «Тайна смерти» Джохара Дудаева. Репортаж нашего специального корреспондента Андрея Черкасова с места гибели лидера сепаратистов Джохара Дудаева. Нашему специальному корреспонденту в Чечне Андрею Черкасову удалось побывать в окрестностях села Гехичу, где, по утверждению чеченских сепаратистов, погиб Дудаев. Смерть родного человека веришь с трудом. Смерть лидера, чьи имя равняется борьба за независимость, верить отказываешься. Что значит погиб? А как же мы, народ, идущий за тобой? Что значит убили? Возможно ли убить идею символ свободы? Что значит ушел? Как теперь? В каждом чеченском селе есть дом, ворота которого открыты днем и ночью. По традиции сюда приходят люди отдать дань уважению умершему. Трехдневный тизет мушульманские поминки, официально объявленный правительством республики Ичкерия, закончился. Но в Чечне продолжается жертвоприношение. В сторонке стоят женщины, рыдают на взрыв и истерично кричат слова проклятия Гельсину. Будем бороться на паспористов! В центре двора сидят старейшины и за всех сил сдерживают слезы. Весть о гибели первого президента Ичкерии пришла 23 апреля. С каждым днем появлялось все больше официальных источников в Дудаевском правительстве и Государственном комитете обороны, подтверждающих информацию о смерти. Со слов близкого окружения Джохара Дудаева, вечером в прошлое воскресенье у президента был намечен сеанс спутниковой связи с Москвой. За несколько дней до этого в селе Гехичу, куда часто приезжал чеченский генерал, отключили электричество. Не работало ни радио, ни телевидение. В день смерти над селом кружила летающая лаборатория. Самолет, пеленгующий любой электрический сигнал. В 8 часов вечера, когда Дудаев связался с одним из российских политиков, утверждает, что с Боровым со стороны соседнего населенного пункта Рошничу внезапно появился сверхзвуковой истребитель. Он выпустил два радиоуправляемых фугаса и с первого выстрела поразил автомобиль Нива, рядом с которым стоял Джохар. Тело президента, посеченное осколками, отбросило на несколько метров. Повреждено лицо и затылок, разорвана левая рука и разрублены кости правой ноги. На месте предполагаемой гибели мы увидели обрывки военной формы, в которую был одет генерал, и куски дубленки, принадлежавшие московскому представителю Дудаева Курбанову. Повсюду валялись обломки автомобиля, крылья и колеса. На месте взрыва образовалась большая воронка. Окружение Дудаева утверждает, что смерть наступила мгновенно. Дудаев звонил по телефону спутниковой связи системы ИМАРСАТ. Подобной аппаратурой пользуются многие журналисты, передающие информацию в свои бюро. Как говорят, сигнал с этого телефона и был запеленгован. Внимательно осмотрев поврежденную фугасом машину, мы не нашли обломков системы связи. Утверждает, что есть видео и фотосъемки тела первого президента Ичкери, но журналистам их пока не показывали, так же, как и не показывали место захоронения генерала. Ахмед, скажите, пожалуйста, где похоронен первый президент Ичкери? Я сегодня не могу вам дать эту информацию, ибо нам придется, если это станет достоянием, в любом случае, политического руководства России, мы знаем, с какой человеческой, ненавистнической политикой и идеологией они уничтожают народ, что они не устоят ни перед чем, будет совершен очередной акт вандализма, или нам придется на тех кладбищах взять оборону, позиции и вести крупномасштабные военные действия. И в целях избежания этого мы сегодня не говорим. Знают его близкие родственники, знают семья и несколько человек его соратников. По конституции республики Ичкерия, после гибели Дудаева, его полномочия перешли в вице-президенту Зелимхану Яндарбееву. Кандидатура была утверждена на Совете полевых командиров единогласно. Яндарбеев – человек, разработавший и заложивший идеологическую базу движения за независимость в Чечне. Автор многих книг, статей и стихов, активно занимается политикой с 90-го года. Считается радикально настроенным приверженцем полной автономии Ичкерии. По его словам, в гибели Дудаева виновны российские спецслужбы. Люди, спланировавшие и осуществившие покушение, понесут наказание. Против них полевыми командирами объявлена акция МАДЖЕР – национальное возмездие. Эта акция, я знаю, будет осуществляться независимо от нас, но мы будем осуществлять ее в соответствии с Конституцией Чеченской Республики. Мы будем придерживаться этого и будем придерживаться своего права наказания преступников. Какие бы спорты они сегодня не занимали, или когда бы это не было, это преступление российского руководства и военщины не будет иметь срока давности. Следственная группа МВД Республики Ичкерия уже действует. От результатов ее работы по делу гибели Дудаева и будет зависеть, возможно ли вообще разговор о мирном урегулировании. Вопрос о переговорах будет стоять на повестке дня правительства руководства Чеченской Республики Ичкерия до того момента, пока не будет выяснена степень причастности политического руководства России в конкретной данной акции. Имеется в виду президент и правительство в лице Черномыргана. Если эти лица отдавали конкретное распоряжение по повышению этого террористического акта против Дудаева после 31 марта, естественно, никаких переговоров и компромиссов с Россией быть не может быть. О планах покушения на Джохара Дудаева не раз сообщали российские средства массовой информации. Несколько попыток были предприняты ранее. Последний неудавшийся 15 апреля сего года. Почему МВД Ичкерия, Департамент госбезопасности и служба охраны Дудаева, если он мертв, допустило случившееся, тем более во время войны, пусть даже не объявленный? Естественно, значит, эти варианты прорабатывались, принимались определенные меры по обеспечению охраны президента и других государственных должностных лиц. Ну, методы и способы работы спецслужб очень велики в своих возможностях. И, естественно, значит, в определенный момент, значит, используя технические возможности, может быть, которые в данный момент для нас не достигаемы, значит, эти спецслужбы достигли своей цели. Уверенность в победе среди бойцов сопротивления после предполагаемой гибели президента не ослабла. Все чаще здесь слышишь, теперь за оружие возьмутся те, кто до этого дня не воевал. Слова первой леди Ичкери Аллы Дудаевой и заявления на имя Черномырдина о миссии в Москву для исполнения старинного кавказского обряда примирения звучат просто наивно. Миссия мира будет заключаться в исполнении святого древнего обычая чеченского народа, применяемого в крайне редких, исключительных случаях, когда противостояние двух враждебных сторон грозит их взаимным кинестажениям. Чеченская женщина становилась между ними и бросала лоток мира. Прошу предоставить мне почетную встречу для исполнения этого старинного обряда. Плотку мира, похоже, не суждено быть брошенным. В противном случае его прострелят или сожгут, прежде чем он коснется земли. Для окружения чеченского генерала Дудаев мертв. Для Кремля пока под вопросом. Если президента на самом деле убили, то он ушел из жизни, как подобает боевому генералу. Если остался жив, то для большой политики все равно скончался. Слишком много «если». У народа по обе стороны не спрашивают, ему говорят. И в этом противники всегда остаются союзниками. Андрей Черкасов, Владимир Фомин и Виктор Лазовский. НТВ. Специально для программы «Итоги» из Чечни. Джохар Дудаев умер, мнимо или реально, не в самый подходящий момент. Как свидетельствуют люди, имеющие отношение к реализации плана урегулирования в Чечне, прямой диалог российского руководства и чеченского генерала был уже не за горами. Впервые за последние полтора года Дудаев, находящийся во всероссийском войске как опасный преступник, получил статус полулегитимного гаранта возможных переговоров. Дудаев может быть жив, мертв или тяжело ранен, но то, что он ушел из жизни и политики добровольно, представить себе трудно. Возможность простой случайности гибели вождя чеченского народа настолько минимальна, что ее всерьез никто даже не рассматривает. В этом случае главным становится вопрос о том, кто устранил Дудаева. Однако Джохар Мусаевич своим загадочным исчезновением максимально усложнил задачу того, кто на этот вопрос попытается ответить. Версия, которая возникла одной из первых, предполагает гибель Дудаева в результате удачной работы российских спецслужб. Это предположение выдвинуто прежде всего чеченцами. Если верить их утверждениям, Дудаева накрыла самонаводящаяся ракета российской авиации. И буквально на следующий день информационное агентство «Интерфакс» передает сенсационные сообщения со ссылкой на некий анонимный источник в российских словах структурах, который не только подтверждает чеченскую версию, но и снабжает ее увлекательными подробностями о специальном авиаотряде, который вылетает на запеленгованный сигнал дудаевского радиотелефона, одновременно запуская ракету, летящую на этот же источник радиоизлучения и уничтожающую ее вместе с самим аванентом. Причем, по сведениям той же неназванной персоны, нынешняя попытка ликвидации генерала по этой схеме стала пятой за последние 2-3 месяца. Эта красивая версия, впрочем, не подтверждается. Как сообщили нам источники в отечественных военно-космических структурах, которые непосредственно занимаются разработками подобного оборудования, описанная схема возможна пока только чисто теоретически, а на практике подобной технологией не обладают военные ни в России, ни в других странах. Кстати, и те обломки, которые чеченские представители продемонстрировали нашему корреспонденту в качестве остатков загадочной ракеты, являются осколками обычной фугасной бомбы. Но главное сомнение в причастности российских властей к исчезновению Дудаева вселяет их реакции на сообщения из Чечни. В тот момент, когда на лентах информационных агентств впервые появилась информация о гибели чеченского лидера, в Российском доме правительства шло заседание Государственной комиссии по регулированию конфликта, члены которой обсуждали как раз-таки вопросы о переговорах, не с кем иным, как с Дудаевым. Продолжение следует...